Ваше превосходительство, глубоко уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович, Ваше Святейшество, дорогой Святейший Патриарх Московский Всеруссия Кирилл, к вам обращается община храма нерукатурного образа Христа Спасителя в федеральной территории Сириус. В 2014 году, во время Олимпийских игр, вы посещали этот храм, который своим появлением обязан вам, Владимир Владимирович, и вам, Ваше Святейшество. Этот храм стоит на месте двух жилых домов, участников Великой Отечественной войны, моих родных дедов, по линии отца Эксузиана Сурена Рубеновича, по линии матери Татуляна Рташе Самокритычевича. История строительства этого храма началась в 2002 году, с момента, когда они решили пожертвовать свой земельный участок православному священнику Архимориту Флавиану Осколкову, благодарность за просвещение их внука православной вере. В ответ отец Флавиан предложил нам построить на этой земле приют для пристреливших людей. Но разрешенный вид использования нашего земельного участка для индивидуального жилищного строительства не позволял нам строить социальный объект. Осуществить идею строительства приюта стало возможно в рамках замены двух жилых старых дедовских домов на два новых, с последующим переводом их в социальные объекты и передачей Русско-Православной Церкви по завещанию. В результате, по благословению Святейшего Патриарха Алексея II и митрополита Екатеринодарского Кубанского и Сидора, при участии нашей семьи и христианского населения города Сочи, на месте двух дедовских домов были построены два жилых корпуса для организации в них приюта с домовыми храмами и часовнями. В 2011 году отец Флавиан, по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всеруссии Кирилла, внес предложение построить на этом земельном участке к началу проведения зимних Олимпийских игр храм нерукотворного образа Христа Спасителя и безвозмездно передал государству часть своего земельного участка под его строительство. Оба моих деда, жившие здесь, уже умерли, но дело, которое они задумали, воплотилось, даже еще и с большими плодами. Теперь на земле, которую они возделывали, начиная с 1950 года, стоят красивейшие здания приюта Святого Яна Притечи с четырьмя домовыми храмами и самый крупный в городе Сочи храм нерукотворного образа Христа Спасителя, объединенные друг с другом в один комплекс. 12 октября 2022 года произошло по нынешним временам странное событие. Администрация федеральной территории «Сириус» направила нам иск о сносе этих зданий. В ответ мы попросили администрацию создать комиссию, в работе которой смогли бы объективно донести историю создания этого уникального объекта и нашу готовность устранить возникшие замечания. Однако ответа от администрации не последовало. В результате их действия направлены на то, чтобы снести эти здания и уничтожить проект. Наши комментарии о том, что снос зданий с домовыми храмами противоречит здравому смыслу, особенно в наше время, когда необходимо беречь святыни и созидать добрые дела вокруг них, никто не слышит. В июне 2019 года подобное исковое заявление о сносе храма Успения Пресвятой Богородицы Русско-Православной Старообрядческой Церкви на федеральной территории «Сириус» уже было. Перед этим здание храма было опечатано приставами. Однако позднее, в связи с возникшим общественным резонансом, иск был отозван. Теперь, спустя три года, администрация федеральной территории «Сириус» взялась за нас. Остается вопросом, кому так понадобилось бить по святыням? В то время, когда наши государства и церковь делают все, чтобы на просторах Святой Руси через победу над злом наконец-то воцарились в мир и безопасность, в тылу, на самом передовом его плане, сносят храмы. Существующий храмовый комплекс строился в том числе как преемник византийского храма VIII века, остатки которого обнаружили в непосредственной близости от нашего храма во время строительства олимпийских объектов. По утверждению специалистов Института РАН, древний христианский храм был разрушен в XIII веке. Теперь приходится по крупицам собирать его историю. Возникает вопрос, для чего? Для того, чтобы сегодня и сейчас на соседней с ним улице повторить эту историю и разрушить православные храмы, построенные на федеральной территории уже в наши дни? Если завтра отсюда, с федеральной территории Сириус, жителем которой я являюсь, мне идти на фронт, с каким сердцем я оставлю свою улицу, дом, храм, если за моей спиной, под их окна, в тылу, придут бульдозеры и будут их ломать? Владимир Владимирович, 7 января 2014 года, здесь, в храме нерукотворного образа Христа Спасителя, когда вы молились за рождественским богослужением, мне посчастливилось стоять рядом с вами. И насколько я мог тогда почувствовать, вы буквально на пульсе у своего народа, тонко чувствуете его, настроены на него. И что самое интересное, это связь двусторонняя. И мы настроены на вас, и чувствуем вас. Это огромная сила. Твердо знаю, что именно благодаря этому единству президента со своим народом и народа со своим президентом, мы пройдем через все испытания и обязательно победим. Просим вас, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, и вас, ваше святейшество, помогите сохранить храмовый комплекс от его разрушения. Благодарим вас, Владимир Владимирович, и вас, ваше святейшество. Молимся о вашем здравии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова